МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня нашу программу мы начнем с, пожалуй, самого невероятного факта, о котором многие вряд ли знали. Дед печально известного сегодня Зеленского, что на Украине кидает Зигу своим нацистским последователям и сносит памятники воинам-освободителям, Семен Зеленский был командиром минометного взвода во время Великой Отечественной, который немало сделал ради общей победы. Воевать против фашизма пошел в возрасте 17 лет и пролил море вражеской крови. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Это, наверное, самый странный парадокс, который встречался мне за последнее время. Родной дед первого лица Украины в сражениях за свою родину, единый и неделимый Советский Союз, показал себя как настоящий герой и был отмечен Орденом Красной Звезды и другими наградами. Именно такие, как Зеленский-старший, дали возможность нашей стране победить полчища высшей расы и сохранить ценой собственных жизней возможность жить для нас. Наверное, многое сказал бы он своему внучку, сгорая от стыда и вины. Это кто? Это дедушка Зеленского. В начале 1944-го, во время одного из боев за селом Александровка, Семен Зеленский при поддержке своих храбрых сослуживцев ликвидировал до 15 фашистских солдат и офицеров. А сегодня его внук выращивает этих офицеров, переписывает историю, оправдывает фашизм, проводит агрессивную политику героизации нацистских коллаборационистов, лишает наш главный и самый почитаемый праздник, 9 мая, его поистине мирового статуса дня, когда вся планета получила второй шанс на существование, благодаря миллионам советских жизней, положенных в место фундамента в борьбе за эту самую жизнь. 80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села, зло, имя которому русский фашизм, сокращенно РФ. Не поверите, всего каких-то 5 лет назад этот самый Зе-младший говорил вот такие слова. Сегодня Украина празднует 9 мая. День победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Сложно поверить, что это писал человек, который спустя столь короткий срок утратил абсолютно все моральные ценности и сам превратился в того самого нациста, которого от Гитлера отличает только протянутая рука и наркозависимость. Человек, который заменил день победы в собственной стране на день Европы. 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство. Единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят расшизм. Это будет день Европы, поддерживающий украинцев все 9 лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. В этом году идеологическим лейтмотивом празднования Дня Победы на Западе стали попытки перебросить мостики от гитлеровской Германии к современной России. Решение как будто бы беспроигрышное. Кто бы мог подумать, что переписывание истории в наше время станет едва ли не главной работой всех западных пропагандистов. И ведь не секрет, что вспоминать о вкладе Советского Союза в разгром гитлеровцев на Западе давно считается мавитоном. В Прибалтике к тем, кто решился публично отметить День Победы, грозит уголовное преследование. В Германии ввели запрет на красный флаг и георгиевскую ленту под стыдливым предлогом, что якобы это прославляет агрессию против Украины. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. К слову, прибалтов прочно укоренились на государственном уровне. Проживающие на их территории русские и белорусы считаются людьми второго сорта со всяческими ущемлениями их гражданских прав и свобод. Годы вхождения в состав СССР считаются оккупацией, происходят разрушения памятников погибшим советским воинам и преследования живых ветеранов. 16 марта ежегодно организуются торжественные шествия недобитых местных фашистов и их последующей из числа одурманенной молодежи. Отмечают День легионеров СССР. Они кому давали присягу? Они давали присягу Адольфу Гитлеру. Как они могут быть героями? Если они являются героями, то их, наверное, командиры являются героями. Потому что Адольф Гитлер является героем. Он тоже боролся до последнего с русскими оккупантами. В Грузии додумались на законодательном уровне исключить 9 мая из числа государственных праздничных дат. Более того, добрались западные пропагандисты и до нашей страны. Активно вбрасывают в прикормленные независимые СМИ идею о том, что якобы большинство белорусов не было довольна советской властью. Считала, что находилась под ее гнетом, попав в жернова советского террора. Ими отрицается сам факт борьбы белорусов с немецкими захватчиками. Мы знаем, что значит быть сильными во имя мира. Это наша память. Это наш исторический опыт, который стоил нам очень дорого. В нынешнем году мы отмечаем 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поколение победителей показало, что сила нации не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях, а на истинных ценностях, стремлениях к справедливости и вере в себя. Одним словом, миром правит фейк. Наглый, громкий, агрессивный и уже очень высокотехнологичный. Он может назвать подвигом преступления откровенного садиста и заставить порицать несчастного ребенка, просящего помощи. Поэтому сегодня важно не обсуждать наши информационные перспективы, а работать над созданием команды. В нынешних реалиях она действительно необходима. Ведь фейк – продукт, скоропортящийся. Но только в том случае, если не запаздывает правда.